Я вообще слежу за наркотической темой достаточно давно, как журналист Расследовский. Она не раз возникала у меня в поле моих интересов. И могу сказать, что у меня очень большие претензии к ФСКН, Федеральной службе по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Я считаю, что это также, в общем-то, вопрос коррупции. И огромная масса наркотиков, в том числе и тяжелых, попадает до сих пор на территорию Российской Федерации из разных регионов. Мы по этому вопросу очень часто разговаривали с Евгением Ройзманом, мэром Екатеринбурга, который там развернул действительно мощнейшую кампанию. Я в этом смысле поддерживаю Ройзмана, потому что лечение наркоманов – это отдельная тема. Но она не может быть в отдельное производство без такой кровопролитной борьбы с наркобизнесом. И в какой-то момент, я наблюдаю больше 20 лет эту тему, в какой-то момент пошел спад. Просто тех самых героиновых наркоманов, вот того массового увлечения кокаином среди золотой молодежи – вот этого мы сейчас не наблюдаем. На мой взгляд, произошел некий спад. То есть героин ушел в самые маргинальные слои населения, которые, к сожалению, и вымерли уже, просто физически вымерли, и он не находит точек применения. Но, к сожалению, жажда, так сказать, вот такого вот кайфа, она породила новые направления, такие как спайсы. Мы очень долго раскачиваемся в деле того, признать ли это или не признать. Да запретите к чертовой матери. А потом вы решаете, права нарушения ли это прав человека, потому что, кстати, между прочим, мы очень долго считали, что наркоман, вот взять, арестовать наркомана, у которого на кармане, так сказать, наркотики, но не с целью перепродажи – это огромное преступление против прав человека. Это была колоссальная ошибка. Это, я считаю, не положило конец, а лишь поспособствовало развитию фактически и притоку еще большего количества наркотиков, потому что сам наркоман уже через какое-то время, он становится продавцом, потому что ему бесконечно нужны деньги, деньги на дозу, и он подсаживает все больше и больше круг, он покупает одну дозу, разбодяживает ее и продает остальным. И говорить о том, что наркоманы не торгуют – это абсолютная уловка и это абсолютное лукавство. Поэтому мне кажется, что вот такая же ситуация со Спасимой. Мы сейчас доведем дело до какой-то критической отметки, потому что понятно, что уже есть эпизоды, и их очень много, когда люди совершают под действием этого наркотика, я не побоюсь этого слова, тяжкие преступления совершают. Ну и мы будем черпать еще этот ад большими ложками, пока мы, наконец, не проявим политическую волю. А поскольку у нас только президент проявляет политическую волю, а ему сейчас, ну, мягко говоря, не до этого, есть и другие проблемы в стране, а рапортует ФСКН о том, как все прекрасно, как у нас все удивительно, сколько тонн мы задержали, сколько тонн мы ликвидировали, сожгли и так далее, то нет ощущения остроты проблемы. На самом деле она очень остра, и самое страшное, что она поражает молодое поколение. То есть это, знаете, не старики 80-летние собираются поиграть в домино и курят спайс. Это молодежь, которая, так сказать, к сожалению, очень быстро подсаживается, и, к сожалению, мы имеем и летальные исходы по части тех, кто просто применяет этот наркотик, и летальные исходы по части тех жертв, которые мы имеем в результате применения этих наркотиков.